Мы присутствуем на форуме Urban By Ram, это второй день, и сегодня здесь обсуждалась тема компактного города и соотношение центра и периферии. И мы беседуем с Андреем Головиным, это эксперт из Перми, он был одним из разработчиков пермского мастер-плана, который лег в основу генерального плана. И, собственно, будем обсуждать тему компактного города. Компактный город, вот эта модель, она появилась не так давно, ну, где-то в середине 2000-х, наверное, может быть, даже чуть позже. На ваш взгляд, почему в городостроительстве о компактном городе заговорили, ну, буквально, там сколько, 10, даже меньше лет назад? Ну, наверное, не соглашусь, что она появилась где-то в 2000-х, она стала в России обсуждаться, эта модель. Ну, в России, да? Да, да, потому что, правильно отмечают, что город возникает сам по себе изначально из-за того, что люди хотят проживать и общаться, быть вместе компактно. При размещении домов их функции несколько на удаление, то есть город как бы не состоится тогда. И поэтому исторические города развивались компактными, но в силу развития различных экономических и политических направлений город принимал другую форму развития. Это экстенсивное, то есть кроме как компактное, экстенсивное развитие территорий. И действительно в России эта парадигма была и развивалась несколько десятков лет, начиная с конца 50-х годов. И в последнее время, как вы правильно уже отметили, в 2000-х годах, когда стал развиваться в том числе институт местного самоуправления, когда бюджеты городов стали рассчитывать только на себя и реализовывать проекты, связанные с содержанием города и инвестициями в город, стал вопрос об эффективности расходования ресурсов. И соответственно, уже муниципалитеты стали усматривать связь между пространственным развитием и бюджетом города. И вопрос стал действительно таким насущным. То есть прежде всего это первое, это самостоятельность муниципалитетов и экстремальная достаточно дефицит, такая нехватка ресурсов на содержание той структуры, которая этим муниципалитетам в новом досталась в наследство от централизованной системы планирования. Когда города принадлежали государству, регулировались государством, финансировались государством, то смена вот этой парадигмы, она как раз позволила опять вернуться к обсуждению и формированию новых тенденций в городостроительстве. Ну, такого определения компактный город, определения этой модели какого-то общепризнанного нет. Ну, точнее даже сказать, что каждый подразумевает под ним что-то свое. Вот, на ваш взгляд, что такое компактный город? И давайте развеем миф, если это не миф, что это там только развитие центра предполагает, да, развитие периферии, оно остается там на усмотрение самой периферии. Ну, есть, опять же, классическая, то есть не российская городостроительная школа, а определяя компактного города. То это компактный город с высокой плотностью застройки, и где плотность застройки оценивается не только из количества квадратных метров, возведенных на территории, а плотности функций, то есть которые реализуются на территории, как и проживание, как и общественное, торговое, социально-культурное, и в том числе размещение рабочих мест, ну, как бы, рабочих мест, то есть производственных секторов. И эта высокая интенсивность, она достигается при, опять же, самасштабной городу его черте, каждому городу масштабу застройки, то есть это высотность, массивность и так далее. И, опять же, ориентированы на обслуживание общественным транспортом и нематеризированные средства передвижения, это пешком и велосипедом. В российской практике дебаты возникают в отношении компактных городов, когда город начинает задумываться о компактности своей, ну, даже на примере Перми, город уже велик сам по себе. И говорить о том, что он станет компактным, это не значит, что обрезать какие-то территории или его сокращать административные границы. Я вот уже начал вкладывать смысл, когда, обсуждая в том числе и с коллегами и, как бы, просто доказывая или определяя какие-то свои, ну, как бы, те вот эти положения развития города, стал вкладывать смысл о том, что компактность города, это в том числе она связана и с управлением. И именно для города Перми, ну, если говорить о городе Перми, то компактность, это для него не отказ от развития новых территорий, это отказ, соответственно, и более интенсивное использование и эффективные свыжившиеся инфраструктуры, как инженерные, транспортные, социальные. То есть это изменение решений, как бы, подходов в управлении и в планировании города. Ну, даже, например, когда решаются вопросы строительства социального жилья, то бывает такое, как бы, некоторое отступление от модели компактного города, что интенсивность будет развиваться, и дорогое жилье будет строиться в центре, а вот все равно есть социально незащищенные группы, где мы будем строить где-то на периферии. То, на мой взгляд, это тоже приводит к сегрегации, как бы, неправильно принятое решение, и можно найти в том числе место в компактном городе для всех слоев населения, любой, как бы, экономической своей, как бы, позиции в структуре, в структуре, как бы, социумов. И поэтому компактность – это и территория, и вот в нашем российском аспекте, когда города уже большие, это в управлении, то есть это подходы в управлении. Но, опять же, возвращаясь к периферии, и вот Пермь, и Уфа, они, в общем, довольно похожи друг на друга, ну, в некотором смысле, потому что там они расположены на реке, и в Уфе есть вот эти три отдаленных района – Дема, Затон, Ишакша, и в Перми тоже есть эти отдаленные районы, которые там на том берегу Камы находятся. Они, вот модель, компактный город, как встраивается? Ну, во-первых, с точки зрения территории, занятой городом Уфо и Пермь, Уфа более компактный, и можно наблюдать, что все равно концентрируется такая городская застройка на территории полуострова. Проблем может быть даже таких, связанных, как у города Перми, вот с его большими административными границами, в Уфе может быть их меньше. И потенциал, как реализовать вот эту идею, модель компактного города у Уфы, на самом деле есть достаточно высокий. Но только нельзя рассматривать о том, что сразу же можно как бы не контролировать застройку, то есть идти по пути повышения этажности, которые вот сейчас можно наблюдать. И вот мы обсуждали вопросы последних проектов с главой архитектуры Уфы, о том, что если были раньше запланированы 18-этажные здания, то сейчас планируется 42-45, то при сложившейся застройку встроить высотное здание с сохранением той желаемой плотности для компактного города невозможно. Потому что высокую плотность дает именно не высотное здание, а здание, так скажем, средней этажности, это 6-8 этажей. И потенциал есть, но его нужно как бы разумно использовать сейчас с тем, чтобы создать ту желаемую интенсивность, тот желаемый баланс и застройки, и функций, и занимаемой территории. То есть модель не предполагает присоединение вот этих отдаленных районов за счет соединения их с застройкой. То есть их нужно соединять как-то по-другому с центром, ну и повышать их доступность, я так понимаю, нужно. Сейчас ложишься, та застройка, которая есть, с ней нужно обеспечить хорошую связанность с тем, чтобы люди могли в разумные опять же сроки доезжать до объектов культуры, социального обслуживания, для мест работы, то есть как бы создавать агломерационные связи. Заполнять пространство застройкой, ну, во-первых, у города не хватит сил, не хватит энергии, и денежной, и людской, поэтому основной как бы постулатом это идет как бы неприсоединение и отказ от освоения новых территорий. То есть если говорить об эффекте компактного города, его основной эффект это, собственно, разумная экономия, что ли, разумная трата бюджетных средств получается, не раскидывание денег на инфраструктуру. Ну, во-первых, то, что люди определили, то есть, во-первых, стремительные процессы урбанизации, они несомненны, то есть уже скоро, там, в 30-х годах этого столетия уже увеличится численность населения, там, не знаю, насколько, на 50%, то есть достаточно высокие темпы, и город существует, потому что люди желают, и это им удобнее и комфортнее проживать вместе, поэтому и это эффективнее, а эффективнее, когда на больше, то есть на один участок, давайте переведем уже в технологии инженерных коммуникаций или транспортных инфраструктур, на меньший метр земли, то есть метр трубы, на насосную станцию будет больше пользователей, и, соответственно, плательщиков тарифа, как бы пользователей этого ресурса, то есть они могут эффективно забирать этот ресурс и с экономической точки зрения его эффективно оплачивать, то есть избегать какого-то перекрестного финансирования, когда та же самая сеть будет обслаживать менее загруженные территории, меньшее количество людей, но стоимость их будет такая же высокая. Вопрос у меня есть два по такому утрясанию интересов. Компактный город предполагает не точечную, а уплотнительную застройку в любом случае, ну или там развитие застроенных уже территорий. Первая часть – это люди. Люди, которых будут сносить и переселять – это одна, а другие люди, которых сносить не будут, но рядом что-то с ними построят. Они уже привыкли, считают, что вот этот пустырь – это их пустырь, это их собственность и не хотят ничего на нем видеть. Как с ними работать? И вторая часть – это, понятно, девелоперы. Им в любом случае проще выйти в чистое поле, не решать вопросы с переселением. Вот мы сегодня слышали, что квадратный метр может до миллиона рублей доходить. Вот эту головную боль на себя не брать. Как с ними договориться? И кто должен взять на себя функцию вот этого переговорщика и с девелоперами, и с людьми? Ну, в Перми застройщики более жесткую позицию занимают в отношении таких вопросов, которые вы сейчас озвучили. Вот здесь вот в Уфе, сейчас обсуждали, наоборот, застройщики выступают как единомышленники и готовы нести это бремя для того, чтобы город сделать компактным, удобным для жителей. И согласно с тем, что экономика проектов несколько иная, нежели в зеленом поле. Но хотя в зеленом поле нужно договориться, кто построит ту инфраструктуру, за чей счет банкет будет в полях. Если всю ту нагрузку перенести, которую, как Гринфилд, на обеспечение и транспортной инженеры и социальной инфраструктуры, на застройщика, то стоимость также будет и велика, и также будет для него неэффективна. Если еще есть такой период заполняемости, то есть когда вы заходите на большую территорию, то инфраструктуру должны обеспечить минимум на 30-40% с тем, чтобы система работала. А загружена она будет всего лишь на 5-3% и заполняться с течением времени не по именовению палочки, когда раньше просто дали ключи, иди, и есть, и живи, а в рынке. То есть это кто-то должен принимать решение и ехать на периферию, жить вот в этих не совсем как бы не до конца асфальтированных, не до конца доделанных территориях. И вот этот эффект как бы недозагруженных сетей, как бы кто время содержания на ком это ляжет. То есть если все на застройщика перевожить, то проекты тоже будут не так интересны. И он вынужден будет работать в застроенной части города. Поэтому здесь все-таки нужно взвешивать все как бы аспекты вот такого вот девелопмента, как комплексы на освоении новых территорий, так и застроенных. И сопоставлять, кто несет и чье бремя. Если здесь застройщик решает вопросы с жителями, а все коммуникации есть, если даже какие-то коммуникации он будет реконструировать, то это будет благо в том числе и для города, потому что частично будет происходить замена и улучшение существующих систем, то здесь мы можем достигнуть более как бы серьезного эффекта для городов в более долгосрочной перспективе, нежели реализация трехлетнего проекта. И поэтому мне кажется за городом стоит все-таки позиция определения вот этой политики, то есть кого защищает ли он интересы конкретно девелопера или он общее и девелоперы, и жители, и города, и общественные интересы. Как работать с жителями? Опять же, в Буфе пока идет процесс выкупа. Есть институт о том, когда муниципалитет участвует в программах по сносу и расселению ветхого жилья и аварийного жилья. То есть это одно из направлений. Есть направления, когда начинают девелоперы выстраивать институты общения с жителями как с инвесторами. То есть необязательно их переселять куда-то. То есть они могут даже покупая или приобретая квартиру, многие люди это не значит, что он нигде не живет. То есть он может решить на момент переезда в новую квартиру, где-то свой вопрос проживания может решить. Он не станет бездомным. И так большинство людей, которые покупают квартиры, они в данный момент не бездомные. Соответственно те, которые живут, я предполагаю, что либо вместе с застройщиком, либо он самостоятельно может этот вопрос решить и вступить с тем уже активным застройщиком в проект по реконструкции своего квартала, дома, здания или еще что-то. То есть такие институты работают, но вообще в мире. И я говорю, что он абсолютно ничем не запрещен и в российских городах. То есть главное, чтобы они стартовали и были, и это будет одно из направлений. Есть такая распространенная точка зрения у девелоперов, по крайней мере, что нужно процесс их общения с жильцами, которых они переселяют, не из ветхого аварийного жилья, а просто когда осваивают застроенную территорию, регулировать каким-то образом, чтобы не было вот этих флуктуаций, когда 100 тысяч, 200 миллионов стоит квадратный метр, чтобы как-то справедливо решать эти вопросы. На ваш взгляд, надо это регулировать? На мой взгляд, я считаю, что нет. Урегулировано гражданским кодексом, это частные правовые сделки, то есть, когда кто-то будет принимать решение за вас, что ты должен расстаться с собственностью по такой-то цене, законодатель определил, как в каких случаях, если когда нужно для общественных интересов, то есть, провожить дорогу, построить там еще какой-то инфраструктурный объект, который будет обслуживать город, регион, страну. А когда просто, чтобы реализовать одному частному субъекту частный проект, и для того, что их государство будет вмешиваться в их отношения, я считаю, что это несправедливо и, в общем-то, подрывает основы частной собственности. Да, но есть же перегибы такие, как такая ежедневенческая позиция, я живу в доме, он ничего в него не вкладывает, он деградирует, я в него дальше ничего не вкладываю, он еще больше деградирует, и потом я за просто так требую там 10 миллионов рублей за свое непонятное абсолютно жилье у застройщика, который осваивает эту территорию. Дело в том, что в России сейчас, в российских городах как бы нет бремени содержания недвижимости, и она оценивает, зачем у тебя дом хуже, ты меньше платишь, тоже как бы перекос, и в принципе, если есть спрос на эту территорию, на этот земельный участок, то есть, неважно, если дом деградированный полностью, или уже не несет своих функций, то ценность представляет земельный участок, на котором он спорожен, он все равно имеет рыночную ценность, стоимость, и достаточно высокую, оценивается, он платит налоги за нее, то есть, у него есть, должно быть обязательство по содержанию этой территории, а не просто оно должно как такое гнить, распространять свое отрицательное влияние на окружающую застройку, то есть, плати налоги, содержи ее, если это урегулировать, то, скорее всего, человек, который не способен ее содержать, он будет избавляться, продавать, и будет продавать по рынку. Если не договорились по цене, плати государству, содержи. Если говорить о европейских нормах компактного города, здесь говорили, например, о плотности застройки, говорили, что на Уфимском полуострове, несмотря на то, что здесь живет подавляющее число жителей, плотность застройки всего 0,5. Мало это, много это, и до какого коэффициента, по образцам европейских городов, эту плотность можно увеличить и нужно увеличивать? Тут вопрос как бы не нужно, а возможность. То есть, в градострительстве всегда так и нужно, должны, будет, очень такой опасной, что ли, терминология, возможность. в этом случае работают всегда сопоставимые какие-то застройки, типы, которые мы можем встретить в Европе. Например, Барселона, это 4,5. Это центр, вот когда кварталы со скошенными углами, мы все знаем, то вот эта застройка составляет где-то 4, это 40 тысяч на гектар, 40 тысяч квадратных метров на гектар. Обычный стандартный микрорайон советский, он дает от 0,9 до, от 900, до, до 10 тысяч, то есть, от 9 до 10 тысяч, квадратных метров на гектар. Например, представляете застройку террасную, такой, как дома, таунхаузы и блокированные дома в Лондоне, двухэтажные домики, где в одном этаже семья проживает, то есть, в двух этажах, но вот, вертикально проживает одна семья и такие, как бы, террасами сблокированные дома. здесь плотность такой застройки в Лондоне достигает до 18 тысячных гектаров при двухэтажной застройке. И она уже конкурирует даже с нашими микрорайонными застройками. И, соответственно, раз, в течение десятилетий как бы была по СНИПу городостроительству, который работал, формировалась застройка по принципу 0,9 единичка, вот этот коэффициент застройки, по годности застройки, то у нас есть потенциал до так скажем хотя бы увеличить это в два раза, в два с половиной раза. Если еще есть такой показатель плотности по населению, когда 220 человек, опять же, СНИПа городостроительства где-то было 220 человек на гектар. Но эта плотность недопустима или предельна, а такая это предел экономической эффективности использования инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры. То есть, это сколько людей когда будет проживать на территории, работа всей инфраструктуры будет эффективной. Вот какой был смысл. А предельная, это когда уже нарушается комфортность среды проживания. 450 человек на гектар было продекларировано на Афинской харте о комфорте городской среды. И вот это предельно. Так вот, если посмотреть по количеству людей, которые проживают в российских городах, то мы вот эти 220 процентов эффективность не в третьем практически миге. то есть, она там ниже. И здесь так, вот застройка, то есть, это физическая возможность, она должна быть плотной достаточно. Вот есть примеры, референсы такие, как Барселона, там, не знаю, любой другой, какой-то очень высокая плотность в Париже при 20-ти метровой застройке и кварталах, которые Осман реализовал на территории Парижа. Как будут располагаться функции, жилье, какие квартиры, то есть, людям, то есть, самое главное вот еще вот в компактном городе это еще многофункциональность. Многофункциональность опять же обеспечивается той физической формой домов, зданий, чтобы они тоже были многофункциональными. То есть, мы не можем фиксировать, что это, например, советский микрорайон, если дом построен панельный, то это всегда будет жилье. Вы его не сможете адаптировать ни под магазин, ни под офис, ни под гостиницу или гостиницу низкого очень класса, то есть, и так далее. А, допустим, сейчас вот все то, что мы начинаем производить сейчас, то есть, дома должны быть достаточно универсальными с тем, чтобы со временем они могли быть использованы под любое назначение. И вот физически мы можем застройку обеспечить так, скажем, по высоким параметрам плотности строений, а народ уже образует, может поднять, если это будет территория удобная, созданы все условия, и плотность по рабочим местам, и по плотности по проживанию, то есть он как бы уже рынком все это определится и будет востребовано, заполнено. То есть вот подход какой-то такой. вопрос последний, вы в своем ответе сказали, что несмотря на то, что компактный город, даже на примере Уфы, несмотря на то, что он должен в основном формироваться на Уфимском полуострове, то есть в центре, здесь можно найти место для жилья любого класса. Вот у меня собственно и вопрос, как можно в центре, условно, в центре города, где сейчас, там 53 тысячи рублей за квадратный метр, а если брать там Екатеринбург, там соседний город, там по-моему там 75 тысяч в центре города, как можно изыскать возможность для того, чтобы снизить эту цену? Этот вопрос как бы доступного жилья не решен нигде и решается везде. То есть, да, но как, давайте, как это сделать доступным? То есть, вот мы выбрали, то есть, наше государство выбрало такую позицию, что социальное жилье, вот это более доступное, мы сделаем на периферии. она будет дешевым, условно, 30-35 тысяч или еще сколько-то рублей. Мы заплатим деньги туда, проведем транспорт, построим социальную инфраструктуру и так далее, и так далее. То есть, она готова, то есть, город через какие-то программы, я не знаю, готов вложить эти деньги туда. А давайте соберем эти деньги и вложим, компенсируем, и скажем, что вот этот девелоперу, что вот эти квартиры мы тебе разницу заплатим, вот сколько бы в поле не закопали, дисконтируй и продай это, ну, как бы, социальное жилье. Можно спланировать социальное жилье, то есть, допустим, на рынке все равно востребованы, люди, допустим, сейчас очень, на мой взгляд, все равно в городах монополия предложения. Планировки, типология, они все одинаковые, что в центре, что на периферии. И человек, по сути, ну, давайте ячейку возьмем, там, 70 квадратных метров, или она что вот в этом самом центре, что на периферии, здесь она будет стоить 70 тысяч, на периферии 35. Давайте представим, вот тот человек социально, как, не готовый покупать по 74 с экономической точки зрения, купил бы он в центре города за те же самые деньги в абсолюте, но не 70 метров, а 35. Купил. А нужно ли более богатому человеку, который готов покупать за 74? Он купил бы, ну, то, что готов купить за 74, но 70 метров. Зачем ему 35 метров? Он купил бы 70. Поэтому, и в планировочной, ну, давая, как бы, диверсификацию, вот это, в планировках, в планировочных решениях, то есть, можно в структуре здания, как бы, дифференцировать, ну, как бы, цену. Даже риелторы сейчас, ведь, и застройщики также дифференцируют цену по этажам. Там, есть, как бы, премиум класса, да, цены выше, пусть они отличаются. То есть, когда предложение стандартное, то предложение всего лишь, вот, ну, разница небольшая, в 3-5 процентов. А когда они кардинально могут переделать, кардинально могут, ну, как бы, решить стоимость, и даже отделки, там, или еще каким-либо образом, то есть, они могут создать, в том числе, ну, как бы, серьезный спред, как бы, когда там могут проживать и более обеспеченные граждане, и менее обеспеченные. Спасибо большое.